Ну он не Родина, понимаете, для меня Родина это могила моих родителей, для меня Родина это страна, я очень много, пока меня не пускали за границу, я видела Советский Союз, понимаете, для меня Родина это Архангельская, Архангельская область, где я начинала работать как джурналист. Для меня Родина, я не знаю, там это салатки, для меня Родина это Кулак, для меня Родина это Путинка, который был расстрелян мой дед, понимаете, для меня Родина это не Путин, я принципиальный противник того, чтобы ассоциировать себя с людьми власти. При этом я уважаю право Путина считать меня национал-предателем, так же как я хотела бы, чтобы он уважал мое право считать, что он не легитимный президент, что он уже первая власть и что он присягает на важнейшие права и свободы моих соградок. Знаете, я, кстати, по-моему, сейчас поняла причину наших разногласий, мы внутри романа Капки и превращения. Одно дело, когда ты был страшным, не слышали кто-то из нас, а ситуация, когда ты был страшным, ужасным насекомым, к которому никто и в комнату не заходил, и потом вдруг тебе постепенно стали отсовывать в виду, потом еще что-то, чтобы ты превратился в человек. А другой, я говорю, ты был человеком, потом под тебя отвернулись родственники, друзья, знакомые, девушка, и вот ты оказался в изоляции пауком. Мы, я, выросла в 90-е, когда совершенно другой был воздух. И я не знала, то есть я знала в школе, но это не так было очевидно. Мы профессионально становились во времена свободы слова. То есть тот короткий промежуток нам повезло. И оказаться теперь в той ситуации, которую мы не знали, конечно, гораздо больше, потому что мы не с волоком, потому что мы с первым школьным поцелуем сосали за эту вот свободу свободы. Безусловно, вас в этом смысле, я думаю, что вашему поколению очень просто стоит читать Буковского, вообще, там, я не знаю, еще раз посмотреть Илзбург, Тоймарушку и так далее. Это вот именно не для того, чтобы тебе сказать, ой, завтра у нас нарчился кулак и лагеря, мы все пойдем при этом. Нет, просто чтобы понимать, что есть другие точки отсчетов. Но точка опоры-то все равно уже нет. Как? Точка опоры всегда находится внутри самого человека, Катя. Не бывает никаких внешних точек опоры. Человек сам себе опор. У человека есть система ценностей, система взгляда. И вот на это человек опирается. У него есть и близкие люди, вот там, дочь. Самый близкий мой, чем не человек. Я одиночка, у меня мало друзей, у меня тяжелейший характер. Это все хорошо известно, да? Но есть книги, есть возможность думать, это все точка опоры. А на что опираться? Ну, я попробую все вернуть в практическое русло, так всегда гораздо проще. А я только о практическом. Вот мы представим себе жуткую ситуацию. Закрывается и взлетаемся. Это же очень легко себе представить. Хотя об этом не хочется даже больше. А изобрести способ, как показать... Ну, а если раньше люди будут давать донейшн, да? Извините, фатологию. Вот те, кто будет вам давать деньги, их будут наказывать, тоже лишать работы. Да нет, ну, изобрести этот способ очень просто. Да, опыт дождя показывает, что прошло 10 лет, это уже не нужно лишение лицензии, как это было раньше, да? Это все можно делать через... Вот здесь сделали через конечку. С нами еще что-то придумали. Найдут там какие-нибудь налоги в этих донышках. Он знает, что. Ну, чем обломать, просто подкидывать идеи. Там очень много хороших мозгов. И вот там встает следующий вопрос. Что делать дальше? Времена, в Советский, можно возвращаться в науку, например. А можно пытаться генерировать уже, ну, сам издат, получается, да? Спускаться на какой-то более низкий уровень, понимать, что это все теряют профессионально, потому что у нас уже нет нормальной технологии, нормальных бюджетных репортеров и так далее. Это все постепенно приближается на кромки текущих событий. Вот вопрос же построения этого острова, он ровно такой же. Куда идти? Где эта точка? Когда нужно сказать себе, питься головой об стенку дальше, нет смысла. Нужно это время переждать. Во-первых, я не считаю, что они умнее меня. Я совсем не считаю, что они умные. Честно говоря, у меня одна из главных моих претензий к нынешней власти, вот в отличие от Иосифа Бруцкого, который стилистически с ними соглашался, у меня к ним как раз претензий, что они не умны. Очень трудно образованы, не умны. Поэтому, во-первых, я не считаю, что они умные. Во-вторых, меня можно убить. Больше со мной сделать ничего нельзя. Можно лишить вас средств существования, возможности жизни. Послушайте, Катя, я жила в то время, когда моя зарплата была 70 рублей, и 70 рублей оплатил за квартиру. Я знаю, что такое, когда тебе не хватает, и я иду до конца месяца. Я прожила это время. У меня умер папа. Я прожила это время. Я это знаю. Ничего страшного нет. Понимаете, я много чего умею. Ну, я бомбить буду. Сяду, значит, за руль, я обожаю водить машину. И, значит, займусь извозом. Понимаете? Ну, хорошо ли вам будет в этом? Я хочу вам другое сказать. У меня нельзя отнять... Вот это у меня никто не может отнять. Никто не может мне помешать писать. Можно помешать читать. Значит, если у меня будет проблема с созданием бумажного издания, значит, я выйду к диджиталу. Если у меня начнутся проблемы с диджиталу, с тем, что с электронной версией, я буду делать сайт. Уже начались проблемы. Вы говорите фантазии. Значит...